Ни за что не угадайте, где я сейчас окажемся. Премия полчетвертого утра, и я, блин, в Тюмени. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Это наша филармония Тюменская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сидим и обсуждаем мамину светскую жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 вот-вот-вот уже, как бы. Короче, мама меня, наверное, убьёт, что я это всё рассказываю. Ну, не суть. Короче говоря, сидели мы с Данилом уже всё, под вечер. Там, типа, вчера такие винишко, не винишко, чё, кого. И звонит мама где-то часов, может быть, в шесть вечера. Я уже такая хорошая, весёлая. И она такая говорит, типа, ну, надо срочно ехать в Тюмень, потому что завтра клиент, покупатель, типа, будет давать аванс, и, типа, необходимо, чтобы присутствовали все три собственника. Это капец. Из-за того, что сейчас пандемия, РЖД подняли стоимость билета и, соответственно, дешевле, чем за две тысячи рублей, то есть меньше, чем за две тысячи рублей, я не могла уехать. Но у меня не было выбора, я как бы села в ночь. А кто знает, и видел мою предыдущую историю, что у меня заблокированы банковские счета и денег у меня вообще нет, у меня зеро. Билеты мне покупал Данил, и мне было вообще крайне это неловко, хотя я, как бы, он меня уже больше месяца содержит. Блин, я, наверное, в такие личные нюансы сейчас углубляюсь. Но не суть. И, короче, мне реально было еще больше жалко, потому что это не мои деньги. Отдавать две тысячи за билет, ну, как бы, жаба души. В общем, не суть. Ну, я села в этот поезд, быстрее, быстрее, быстрее рванула в Тюмени в ночь, приехала в полчетвертого утра, ну, тут вы уже сами видите. И вообще была такая страшная перспектива, что мне придется здесь остаться, ну, на очень продолжительное время, потому что неизвестно, когда будет сама сделка, и как бы сидеть, не сидеть, ждать, не ждать, и очень много юридических нюансов надо решать, и так далее, и тому подобное. И вообще из-за того, что внезапно вчера вот это вот меня выдернули просто, я сидела, ревела, Данил меня успокаивал, потому что я не знала, насколько я еду, а я не привыкла куда-то ехать без Данила на длительный срок времени. То есть, ну, я настолько привыкла быть зависимой от человека, настолько привыкла быть... Я вот, ну, как, я вижу в нем опору свою, и без него я чувствую себя беззащитной. То есть, если я еду куда-то одна без него на длительный срок, я вообще чувствую себя потерянной, я вообще чувствую, что я уязвима и так далее, и тому подобное. Вот, вот, как бы так. И именно поэтому я не хотела ехать куда-либо без него. Вот такая ситуация. Я уже жду, не дождусь, когда я приеду обратно к Крыму в Екатеринбург. О, блин, ребята, я, наверное, вас сейчас гружу, извините, если у кого еще хватило моральных сил, я хотел это выслушать, но I'm sorry. Вот. И, короче говоря, риэлтор, который ведет нашу квартиру, он все-таки сказал, ребята, вот ты можешь оформлять, типа, на маму правильную доверенность у нотариуса и водить, и больше мы тебя не увидим. Типа, я такая, да, да, аллилуйя, все, 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 все мои проблемы решены. Вот я просто сделаю доверенность на маму, пусть ей там все перечисляют, какие там деньги, не деньги за квартиру, и меня больше никто не дернет, и я буду свободна, и у меня останется только одна проблема в жизни, и пусть она будет моей единственной проблемой. Но это не проблема, это скорее неприятность, я к этому так отношусь, решить вопрос с банковскими счетами, там, с судами, и все такое. Вот. Собственно говоря, тьфу-тьфу-тьфу. Очень хочу, чтобы все это уже закончилось. Очень. Вот такие пироги. То есть, меня дернули, сейчас я быстренько сделаю доверенность, и валю обратно в ЕКБ. Вы мне говорите, почему ты раньше не могла сделать доверенность? А потому что в Екатеринбурге мне нотариусы не оформляли эту доверенность, типа, с переводом моих средств на банковский счет моей мамы. Они говорили, что, типа, так часто совершаются сделки с мошенничеством по недвижимости, и, собственно говоря, меня считали мошенницей, что-то типа того. И в Тюмени мне, скорее всего, уже сделают доверенность. Фу, лишь бы сделали, лишь бы сделали. Вот такие вот дела. Собственно, завтра хочу съездить на дачу, покушать ягодки и зеленушки, овощички вкусные. И все. И во вторник я обратно в Екатеринбург. Еще раз прошу прощения у моих друзей, которые меня смотрят, и с которыми я так не повидалась и не повидаюсь здесь в Тюмени. Ну, типа, время такое, прошу меня понять. Все. Спасибо, что выслушали. Спасибо, что стали частью моей жизни. Всех люблю-люблю-люблю-люблю-люблю. Короче говоря, что еще забыла рассказать. На этой сделке я увидела отца. Мы, типа, не виделись, ну, сколько, может быть, лет 7-8. Ну, как, мы давно не виделись? Мы не общались, короче говоря, лет 7-8, потому что я переехала в ЕКБ, и мы созванивались, так раньше поздравляли периодически друг друга, а потом вообще и созваниваться перестали и поздравлять друг друга. Ну, вот общение вообще пропало. И, короче говоря, впервые за 8 лет я с ним сегодня имела возможность пообщаться, но фишка в том, что зашел и даже не поздоровался со мной. проблемы отцов и детей. И у меня так мама расстроилась, типа, ну, у них отношения такие очень напряженные, она так расстроилась за меня. А я, как бы, почему-то именно вот этого ожидала. Ну, как бы, такие пироги. Мама считает меня психопаткой и, короче, купила мне бояры. Такая, типа, нахлебни. Да не, я шучу, это, типа, так биологическая добавка, там не алкашка, ничего просто. Как этот сироп в чай, там, туда-сюда. И этот, какую-то штуку нервы успокаивать. Антистресс. Типа, узбогойся. тупом, тупом, её тупом, Всё-два. Всё-до. Всё-до. Типа. Типа, Продолжение следует...